Всем привет! Это проект Люди равно Балакова, который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Эти двери, наверное, знакомы всем балаковцам, которые были пионерами. Куда они ведут? В их счастливое детство! Дом пионеров в Балакове долгое время, с 1961 по 90-е годы, располагался в прекрасном месте усадьбы Паисия Мальцева. В этих исторических залах, украшенных стариной лепниной, ребята занимались творчеством, проводили патриотические мероприятия, обсуждали работу своих дружин. Главным пионером здесь долгое время была Татьяна Шмелева, которую знают, наверное, все балаковцы. Была начальником городского пионерского штаба «Салют». Много лет. Потом я стала старше вожатой. Потом я была методистом в доме «Пионер», потом директором в доме «Пионер». Пионерское движение в нашем городе было очень активное. Каждый школьник с 10 до 14 лет был пионером и не мог позволить себе ни минуты лени. О том, как живут и чем занимаются их товарищи в других городах, балаковцы узнавали из журналов. После 1922 года пионерские журналы стали появляться как грибы после дождя, а в детской журналистике наметились две тенденции. С одной стороны, стремление объединить ребят и организовать их быт, с другой – развить у них художественный вкус. Для пионеров всегда выпускали очень много журналов и даже в годы войны издательства не закрывались. С их страниц ребята узнавали о жизни своих товарищей и получали нравственные ориентиры. Читали пионеры много и примером для них становились их сверстники. Вот один сдал тонну макулатуры, о нем написали в газете, а вот другой взялся помогать пенсионерам в своем силе. Его история в журнале. Неужели мы так не сможем? Сделаем еще лучше. У каждого было пионерское поручение и каждый должен был выполнить это пионерское поручение. Все ребята находили себе занятия по интересам. В доме пионеров для них работали драматический кружок и музыкально-хоровой, столярный и туристический, рисование и гимнастики, радио и фотокружок и многие другие. Они успевали везде. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и пять, а фото, металл, лом, макулатура, тимуровцы и так далее. То есть вот такие выторщенные глаза успевали на секции. Сейчас это кажется удивительным, но тогда все ребята мечтали поскорее сменить значок октябренка на пионерский и приступить к выполнению этих самых поручений. Очень сильная идеологическая работа. Прежде всего, пионеры – это патриотизм, идеология, любовь к родине, дружба и уважение старших. Поэтому день принятия ребят в пионеры был настоящим праздником для всей семьи. Вы знаете, когда принимают в пионеры, рука вот так вот у всех дрожит. И волнуются родители. И потом мы же принимали 22 апреля как лучших. У нас очень была задействована старая площадь. Вот сейчас, она, конечно, сейчас маленькая для нашего города. А тогда вот мы там принимали в пионеры. 9 мая у обелиска принимали в пионеры. То есть вот в такие знаковые дни. Новоиспеченные пионеры гордились своим новым статусом. Они стремились показать свою активную жизненную позицию, участвуя в различных конкурсах. Их тогда, к слову, было не так много, как сейчас. И проводить их могли далеко не все организации. Раньше и конкурсы все были городские, областные, всесоюзные. Поэтому грамота, это было, знаете как, это было очень весомо. Если пионер получал какую-то грамоту, значок. Это вот сейчас мы встречаемся, это оставалось на всю жизнь. Спустя годы многие вспоминают то время с теплотой. Поэтому в день столетия пионерии в Балаковском дворце культуры красные галстуки были на каждом. Этот яркий символ ненадолго вернул бывших пионеров в их далекое детство. Красный галстук – это неотъемлемый атрибут пионерии. Он должен был быть тщательно наглажен и, конечно же, правильно завязан. И вот этот вот сложный, на первый взгляд, узел мог завязать каждый пионер с закрытыми глазами. Красный галстук и лозунг «Будь готов! Всегда готов!» – это то, что ассоциируется с пионерами в первую очередь. А ведь было еще много чего. Зорницы, лагерные костры, субботники. Пионерские дружины, пионерские слеты, разные сборы пионерские, легкоатлетические кроссы. То есть мы в этом во всем принимали участие. И плавно потом перешло все это в комсомол. Татьяна Шмелева и сейчас может вспомнить именно тех, кто становился в те годы идейными вдохновителями для юных пионеров. Кто из ребят был самым ответственным и кто достиг определенных высот. Она уверена, что крепкая пионерская дружба – это навсегда. И поэтому каждый год в День пионерии она принимает сотни звонков с поздравлениями. И все они начинаются с фразы «Будь готов! Всегда готов!» Потому что пионеров бывших не бывает. Пури не вщет, штормы не вщет, даже теряя перевал. Мы идем к планету, как звездолет. Солнце сжимает, как шутбол. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...